На просторах YouTube состоялась премьера одного из лучших короткометражных фильмов последних лет. Снят он нашими соотечественниками по мотивам игры Papers, Please и впечатляет прежде всего грамотнейшим подходом к сценарию и кучей мелких деталей. Эта 10-минутная экранизация тянет на полноценное произведение и обязательно к просмотру даже тем, кто знать не знает про игру, по которой она сделана. Сегодня вторник, 27 февраля 2018 года, и вы смотрите главные новости кино последних дней от GSTV. Мел Гибсон, как стало известно, возьмется за съемки детективного сериала «Танцующий медведь». Заказчиком выступил телеканал USA Network. Основой для сценария выбран роман Джеймса Крамли. Действие картины развернется в 70-х в северном американском штате Монтана. Имя главного героя – Мило Драгович. На что это будет похоже, сам Гибсон отмечает, что ближайший идейный родственник его проекта – Китайский квартал. Причем за сценарий в ответе как раз лауреат премии «Оскар» Роберт Таун, работавший над шедевром романа Полански. Впрочем, «Танцующий медведь» для Гибсона – лишь возможность чем-то занять себя перед съемками по-настоящему крупной и важной ленты. Если вы помните, в 2004-м он выдал на гора очень смелый фильм «Страсти Христовы». Это мало того, что была первая в истории попытка детально воссоздать последние 12 часов из жизни Иисуса Христа от Гефсиманского сада до распятия, но и нереально жесткая кровавая постановка, где Христа очень долго секут, также долго бьют во время проноса Христа, со всеми физиологическими подробностями распинают, что любой смотрящий, даже не христианин, к концу фильма просто сам уже начинает чувствовать боль. А исполнителю главной роли Джеймсу Кевизеллу во время съемок по-настоящему пролетело холостом, да так, что от удара вывихнулась кисть. Коммерческая картина оказалась крайне успешной. При бюджете в 55 миллионов долларов, включая расходы на маркетинг, она принесла более 600 миллионов. В США это до сих пор самый кассовый фильм с рейтингом R от 17. Для сравнения, Дэдпул, имеющий тот же рейтинг, собрал на 260 миллионов меньше. Мел Гибсон намерен снять продолжение, причем Джеймс Кевизелл вернется к роли Иисуса. Сам актер уже сказал, что это будет самый масштабный фильм в истории кинематографа. Чему будет посвящен сюжет, легко догадаться. Воскресенье у Христа. 24 февраля прошла церемония вручения премии 68-го Берлинского кинофестиваля. Жюри во главе с режиссером Томом Тыквером присудило главную премию «Золотого медведя» дебютной полнометражной картине Одины Пинтилия из Румынии «Не прикасайся». Героиня этого фильма, 50-летняя англичанка Лора, не терпящая чужих прикосновений, пытается наладить свою сексуальную жизнь. Опыт с проституткой оказывается неудачным, и Лора решает обратиться к транссексуальному секс-терапевту. Изначально считалось, что больше всего шансов победить у собачьего острова Уэса Андерсона, где речь идет о 12-летнем мальчике по имени Атари, который отправляется в путешествие по Японии, чтобы найти своего пса по кличке Спотс. Япония при этом, как мы рассказывали в видео про 10 самых ожидаемых мультфильмов года, представлена довольно жестко. Коррумпированный мэр города Мегасаки своим злостным указом развязывает руки местным докхантерам, и те начинают массовый отлов собак. И им все равно, бродячие они или домашние. Но работа Андерсона без награды все равно не осталась. Ей вручили серебряного медведя за лучшую режиссуру. За выдающийся художественный вклад была отмечена российская лента «Довлатов», что стало приятной неожиданностью для авторов. Это не самое простое кино для восприятия европейского зрителя. А гран-при жюри получил снятый по канонам северного минимализма фильм «Рожа» польского режиссера Малгожаты Шумовской. Сын американского драматурга и лауреата Пуллицеровской премии Пола Зинделла подал в суд на Гильермо Дель Торо, обвинив его в плагиате сценария фильма «Форма воды». Он отмечает, что в сюжете ленты слишком много общего с пьесой «Позволь мне услышать твой шепот», написанный Зинделлом еще в 1969 году. Обе истории разворачиваются в 60-х годах на фоне Холодной войны. И в пьесе, и в фильме главная героиня – уборщица, работающая в секретной военной лаборатории. И там, и там фигурирует живущее в воде существо, в которое главная героиня влюблеется и пытается спасти. Процесс спасения также выглядит одинаково. Уборщица вывозит существо из лаборатории в корзине для белья и выпускает в море. Кроме того, в иске сказано, что и пьеса, и фильм передают одинаково мечтательное и сюрреалистическое настроение. Авторы «Формы воды» говорят, что обвинения совершенно беспочвенны, но больше всего их разгневал не сам факт иска, а то, что иск подан за две недели до вручения премии «Оскар». Скорее всего, эта ситуация негативно повлияет на голосование членов Американской киноакадемии. Самым популярным фильмом прошедших выходных была «Черная пантера». По миру уже собрано более 700 миллионов долларов, что при бюджете в 200 миллионов – большой успех. Картина Райана Куглера вошла в топ-10 самых кассовых фильмов Marvel. На втором месте – комедийный боевик «Ночные игры» – 21 миллион долларов мировых сборов. На третьем – «Кролик Питер», третья неделя показов для которого завершилась показателем в 72 миллиона долларов, чего до сих пор не хватает, чтобы окупить производственный бюджет. С 1 марта в наших кинотеатрах начнутся показы уже упомянутого Довлатова о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Также можно сходить на «Мэри» и «Ведьмин цветок» от бывших сотрудников легендарной студии «Гибли». В этом фильме девочка Мэри пытается спасти животных от чудовищных экспериментов, которые проводят над ними ведьмы из Эндер-Колледж. И, разумеется, с этой недели наши кинотеатры получили право показывать «Черную пантеру». Лорен Шмидт завершила черновик пилотного эпизода сериала по «Ведьмаку». Проектом занимается Netflix, и ни Андрей Сапковский, ни сотрудники CD Projekt Red, вопреки ранним слухам, участия в нем никакого не принимают. Актерский состав и дата выхода пока неизвестны. Cartoon Network объявила, что мультсериал «Время приключений» вернется, и вернется скоро. Премьера нового эпизода запланирована на 18 марта, а в приложении Cartoon Network его можно будет посмотреть уже 9-го числа первого месяца весны. А суммарно в марте выйдут 4 эпизода, первый из которых получил название «Блэнанас». Там Финн попробует проявить себя в роли писателя. Компания Amazon, активно развивающая свое видеонаправление, приобрела право на экранизацию «Темной башни» Стивена Кинга. Теперь выход сериала — лишь дело времени. Его производство запланировано на лето этого года. Скорее всего, сериал не будет иметь ничего общего с полнометражным фильмом, главные роли в котором исполнили Идрис Эльба и Мэтью МакКонахи из-за того, что он провалился в прокате. Мультипликационная экранизация игры Persona 5, имеющая под заголовок The Animation, официально выйдет на русском языке. Права на ее показ приобрела французская компания Vokanim, а она с недавних пор стала локализировать новые аниме-премьеры для российской аудитории. Если вы впервые слышите о ее сервисе, то ссылку мы оставили под роликом. Некоторые эпизоды Vokanim транслируют бесплатно, а так стоимость подписки составляет 5 евро в месяц. Кстати, что касается аниме, в Театре Монтальбана в Голливуде прошла вторая ежегодная церемония награждения Crunchyroll Anime Awards — этакий аналог Оскара, посвященный японской мультипликации. Лучшим аниме 2017 года там назвали «Созданного в бездне», где рассказывается о девочке-сироте по имени Рико, которая живет недалеко от бездны и однажды спускается в ее опасные глубины, где обнаруживает мальчика-робота. Лучшим полнометражным фильмом в свою очередь признали «Твое имя», где речь идет о парне из Токио и девушке из провинции, которые обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Режиссер Джо Суидон целый год ломал голову на тему того, как из экранизации «Бэтгерл» сделать картину, способную снискать успех аналогичной «Чудо женщине». Но ничего так и не родил. Но нет, у него не закончилась фантазия, просто рожать — женская работа. Современный Голливуд устроен так, что часто становится почти невозможно мужчине снять фильм про женщину, не уничтожив в итоге свою репутацию и не став врагом всего слабого пола. Аналогичная ситуация, собственно, и с цветом кожи. Трудно представить, чтобы ту же «Черную пантеру» снял белый режиссер. Джо Суидон стал постановщиком и сценаристом «Бэтгерл» благодаря тому, что считается одним из главных сторонников феминизма в Голливуде. Именно он придумал Баффи-истребительницу вампиров и женских персонажей в сериале «Светлячок». Но и этого оказалось недостаточно. Уидон официально объявил, что снимать «Бэтгерл» он не сможет. Одни источники уверяют, что всё это исключительно из-за провала Лиги Справедливости. Другие же настаивают именно на том, что Уидон оставил этот пост в избежении риска для своей карьеры. Любое опрометчивое решение в работе над фильмом про женщину-супергероя может просто уничтожить его как режиссёра. Через пару часов после объявления сценаристка Роксан Гей обратилась через твиттер к правообладателям, где как будто невзначайно писала «Эй, DC Comics, я могу написать вам сценарий, нет проблем». Удивительно, но это сработало. Высока вероятность, что именно её сюжет ляжет в основу будущей ленты. Скорее всего, о Роксане Гей вы слышите впервые. Но сейчас вы поймёте, почему уход Уидона в прессе связывают именно с его половой принадлежностью. Выглядит эта фактурная тётенька вот так. И в США она прежде всего известна как автор книги бестселлера «Плохой феминист». То есть она сама является феминисткой и во всё об этом пишет. Другие её работы тоже так или иначе посвящены взаимоотношениям полов, а сейчас она занимается сборником эссе о культуре изнасилования, имеющем характерное название «Не так уж плохо». Директора Warner, очевидно, нашли именно ту сценаристку, о которой давно мечтали. Комикс-бэкграунд у неё, впрочем, тоже есть. И он тоже, как ни странно, характерный. Гей работала над комиксом «Мир Ваканды». Это спин-офф серии «Чёрная пантера», где рассказывается о двух девушках-воительницах, которых зовут Айо и Анека. Они служат в личной страже Т'Чаллы и вместе с тем состоят в любовных отношениях. А у нас на этом пока всё. Смотрите хорошее кино и до новых встреч на GSTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова